Приветствую вас! В сегодняшнем обзоре мы поговорим, наверное, о первом и пока единственном в своем роде проекте, который затрагивает столь глобальную тему. Если раньше мы встречали какие-то финансовые инструменты, которые боролись с высокими комиссионными издержками и участвующими в финансовых транзакциях третьими лицами, то данный проект хочет предложить нам совершенно новую социальную среду, построенную на основе современных инноваций. А называется данный проект Asia Reserve Currency Coin, сокращенно ARCC. Его миссия состоит в том, чтобы обеспечить стабильное экономическое развитие без коррупции более чем 630 миллионов жителей Юго-Восточной Азии, применяя при этом технологию блокчейн и связанных с ней криптовалют. Думаю, многим из вас стало интересно узнать более подробный принцип работы данного проекта, так как подобное родное направление не рассматривалось мной ни разу. На самом деле принцип работы проекта выглядит достаточно просто. Все, что нам нужно знать и делать, это загрузить свои социальные трудовые доказательства в дизайнеризованную систему ARCC, где они будут подтверждены, идентификации и проверки на коррупцию. Также активное участие будут принимать и социально-экономические исследования, которые в последствии полученных отчетов будут точками на карте, и отмечать городскую коррупцию. Разработчики проекта преследуют высокую цель создать развивающийся рынок при помощи социально-экономической модели для бедного населения. И это весьма глобальная цель, да, и тем не менее она реальна и имеет все шансы существовать и развиваться во всем юго-восточном регионе Азии. Сама же экономическая матрица проекта состоит из большего числа различных функций и элементов, да, каждый из которых отвечает за выполнение тех или иных обязательств. У данного проекта ряд преимуществ, помимо того, что проект будет вести борьбу против коррупции, они также смогут поощрять бедное население за оказанное содействие по загрузке данных в систему. То есть любой желающий имеет возможность загружать служебные данные или же выявлять географические точки коррупции на карте и получать за это награду в виде внутреннего токена платформ. Также загруженные данные тщательно проверяются на истинную стоимость картельного аренда. Если же происходит какое-то несоответствие, то посредством самого приложения и других средств массовой информации происходит осудомленность о том самом корпорированном лице. Данный метод намерен стимулировать общественный мандат и поддерживает бедный класс жителей. Также разработка приложения состоит из трех основных областей. То есть это региональная ID, участие в вопросе и социальная сеть доказательства работы. Давайте посмотрим на команду и советников проекта. Как мы видим, это команда проекта. На сайте представлена их биография. Вы можете ее изучить. К сожалению, я не вижу ссылочек на какие-то соцсети или что-то еще, где мы можем проверить их профили. Но на сайте очень много информации о их биографии, чем они занимались, в какой области работали. Поэтому заходите и проверяйте. Также исполнительные команды тоже на сайте представлены информацией о их биографии. Ну и, конечно же, советники проекта. Тоже, как мы видим, на сайте они не поленились и написали всю информацию о их биографии. И партнеры проекта. Партнеров сейчас не так много. Это CoinHood, IndieHoin, DexCoin. То есть всего два партнера, пока они показали нам. Ну, что тоже имеется. Также давайте проговорим про ICO проекта. У них будет свой токен, который будет поддерживать население, бедное население. И обеспечить также криптовалютный резерв намеренно не только они, но и дезинфицированная экономическая модель IBMR, которая официально зарегистрирована в Сингапуре. Так, оказывается, чеканит понятая команда разработчиков намерена последующие 40 лет, выпуская ежегодно очередную порцию токенов. Этот способ позволит урегулировать мандат денежно-кредитной политики по всему юго-восточному региону Азии. Далее мы видим, как будут распределены токены. То есть у нас получается на втором платформе у нас идет 20%, на Маунте и различные партнеры 11,5%, на Аирдоп 13,5%, на Менеджмент 2%, региональные инвестиции 15% и зарезервирование у нас 38%. Здесь у нас более подробно расписано, как будут потрачены. А также этап 1, то есть это выделение одновременно прерывных токенов, 18-летний период, дополнительно 20%. Получается 55% на инвестиции, 20% зарезервированные, 10% менеджером, также заработают 10% и Аирдроп 5%. На втором этапе чуть-чуть меняется, то есть у нас на 10% меньше в инвестиции уходит и на 10% больше в различных работ. То есть проект очень крутой, с очень интересной идеей, но таких идей я реально еще не встречал, поэтому я думаю, что проект многих заинтересует и у него будет успех. Я бы советовал вам обратить внимание на него, в описании к видео вы найдете все ссылочки, связанные с проектом, то есть ссылки на их сайт, также на их соцсети, ну и конечно же в IP, обязательно изучите его, чтобы разобраться с проектом более детально. На этом я завершаю свой обзор, всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok